Цыпленок жареный, цыпленок пареный, пошел по улице гулять, его поймали, арестовали, велели паспорт показать. Они готовятся 100% объявить мобилизацию. Сегодня у нас третий, я думаю, что послезавтра мобилизация в России может быть объявлена. Пользуясь случаем, хочу обратиться к россиянам. У вас осталось всего-то ничего, день-два, для того, чтобы покинуть территорию России. Потому что я сужу даже не по тем данным, которые мне дают в разных местах, а по посленным данным. Вот сегодня уже какой-то комитет солдатских вдов России официально обратился к Путину. Смысл послания в чем? Наши мужья погибли, не прятались под женскими людьми. Куча народу проводят бесславно свои дни в России. Надо объявить всеобщую мобилизацию. У нас угроза такая, у нас вызовы такие. Надо объявить всеобщую мобилизацию. Тех мужчин в России мобилизовать и закрыть границы. Это то, что я говорил неделю назад. Вот неделю назад я это сказал, что по моим данным 5-го числа, 5-го января в России закроют границы и объявят мобилизацию. 15-го должна начаться мобилизация в России. До 15-го осталось... А что осталось? Ничего не осталось. Напрасно я о этом уже говорил. Хотел сказать, валите быстрее. Ну, если кто-то умный успеет свалить до 15-го, вряд ли уже. Может, через Беларусь или через как-то Грузию, кто где живет на границе, может свалить или в Казахстан хотя бы. Вот сейчас, если спасу кого-то от того, чтобы был убит. Вот кто-то живет сейчас где-то, допустим, в Оренбурге, там Казахстан рядом. Берите манатки быстро, у вас времени немного и валите быстро в Казахстан. Должны закрыть границы. Неминуемо. Он это сделает неминуемо, потому что ему нужно мясо. Русские мужчины, кто не хочет стать мясом, убегайте оттуда. Просто убегайте, пока у вас есть возможность. Потому что закроют границы, уже хрен сбежите. Цыпленок жареный, цыпленок пареный Пошел на речку воевать Его поймали, арестовали Велели паспорт показать Он паспорт вынул, по роже двинул И уцепился за трамвай За ним погоня, четыре коня И полицейская змея